Здравствуйте в информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельное аппаратное совещание состоялось в администрации округа в понедельник 21 октября. Какие вопросы обсудили руководители организации, расскажем в первом сюжете. Прежде чем заслушать докладчиков, глава округа начал очередное совещание с поздравлением присутствующих с 81-й годовщиной образования Приморского края. Объявила о прокладывании водопровода на улице Тигровая, а также о прекращении рассмотрения депутатами вопроса о передаче профилактория Оралия в ведение Департамента здравоохранения. Несмотря на то, что ранее Александр Теребилов настойчиво лоббировал данный вопрос. Хочу длиться до вашего сведения, что было бы принято решение в четверг, в пятницу я отозвал документы, которые были направлены в Думу по Оралии. Глядя на ту ситуацию, которая происходит, вопрос неоднозначный. Насколько я понимаю, депутаты и в сетях пытались посмотреть, какое мнение людей, все-таки, донинбурцев. Мнение неоднозначное, поэтому я отозвал, снял с повестки этот вопрос и в дальнейшем будем решать судьбу Оралии уже. По крайней мере, не в том направлении, в котором пытались. Административной комиссией совместно с прокуратурой проведены три рейда по деревообрабатывающим предприятиям в Тайге. Выявлены нарушения, руководители приглашены на очередное заседание. Административная комиссия проводит рейдовые мероприятия на предмет хранения дров на территории общего пользования, прилегающей к домовладению. На прошлой неделе начались такие рейды мероприятия от 8-го и до 9-го километра до остановки Школьной. Проверено 14 творожных территорий. Люди приглашены на административную комиссию. Проверимы обращены в штатном режиме. В годной период до октября закончен. Сейчас готовятся документы доставочные на ноябрь. На следующий месяц. В Дальнегорской центральной больнице на этой неделе завершится кампания по вакцинации против гриппа. С различными травмами обратились 30 человек. По словам главного врача Виктора Прудникова, в этом году возросло количество травмированных и погибших в результате автодорожных происшествий. Настораживает все-таки в этом году значительный рост автодорожных травм. Светарные расходы на этот годы, как никогда рост, пьяное вождение приводит в беспрецедентный рост смертности по автомобильным травматизмам. Это надо совместно с ГИБДДС, с милицией, с полицией работать. Потому что нам не указали на это уже в департамент здравоохранения. Директору, очередь, я перебываю. Давайте встречание проведем. 20 октября дорожная служба отметила свой профессиональный праздник. Примавтодор по-прежнему занимается очисткой дорог от мусора грейдировкой. Роспотребнадзор зарегистрировал сезонный подъем УРЗ. 317 случаев, 235 из них у детей. Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная. По мониторингу закрытия образовательных учреждений с 14 октября по 20 октября, который проводился, закрыто у нас три группы в двух детских учреждениях. Это детский сад 31 группа и детский сад номер один, две группы закрыты по 20-21 октября. На 4 случая кишечной инфекции, 12-13 случаев не больничной пневмонии, 11 случаев длинной косты, по 1-му случаю чесотки и педикулезы, 2-ю случаю вкуса с животными, 1 домашняя собака, 1 неизвестная. В прошедшую неделю подразделения пожарной охраны выезжали на тушение пожара 9 раз. Из них случай такой один, это детский садик «Олененок» по улице Первомайской. Загорание листвы, от листвы загорелась ограда деревянная. Поэтому хотелось бы обратить внимание заведующих, директоров школ, что территория должна быть очищена от горючего мусора. Не только на территории, но вокруг горючих заборов. Хотя бы на 1,5-2 метра, чтобы от этой листвы не загорались строения, которые принадлежат детским садам. Конечно, тут угрозы здоровья и жизни нет, но все-таки это деньги, которые можно было пустить на что-то другое. Четыре раза мы выезжали на ложные вызовы. Граждане у нас очень бдительные, то есть, видя дым, вызывают. Но там по итогам, либо это просто мусор горит, либо это кто-то контролирует, нажигает там какую-то листву. И один раз мы выезжали на ДТП, вот про которое говорили, проводили смув, и спасать аварийные работы. Военный комиссариат готовится к первой отправке молодых людей вооруженной силы России. Она запланирована на 12 ноября. Объекты «Премтеплоэнерго» работают в штатном режиме. Прошла неделя после начала отопительного сезона. Относительно спокойно вошли в отопительный сезон. Имелись порывы на сетях, как и на наших, на «Премтеплоэнерго», так и внутри домовых сетях были порывы. Они, собственно, и продолжаются, люди работают, оперативно устраняют. По воде также продолжаем с 27-го ключа питать город. В начале совещания Александр Теребилов вспомнил о мероприятиях, без которых жизнь в городе была скучной и серой. И в очередной раз упомянул о том, что они стали возможны благодаря взаимодействию бизнеса и власти. Однако председатель Думы Василий Извенко напомнил, что сроки исполнения краевой программы «Тысяча дворов» уже критические. По мнению главы, это небольшая проблема. Избиратели, жители волнуются по реализации проекта «Тысяча дворов», в частности, установка детских площадок. По контракту 15-го не зайти, я знаю, с моей территории звонят, когда будут установлены площадки, когда приступят. Василий Иванович, да, сегодня есть такая небольшая проблема, но нам подрядчик обещает зайти буквально на прошлой неделе, то есть они ждут сегодня поступления детских площадок. То есть у нас подрядчик Владивосоцкий, торговый дом, да? Торговый дом, да. Как только получаем, сразу заходим. Я уже предложил вариант, вдруг следующий вариант. Вы знаете, что по спортивным площадкам отрабатывают по-другому, да? То есть не дожидаясь сегодня оборудования, да. Они сегодня провели предплан мероприятий, которые сегодня, ну, могли бы и не провести в декабре месяце при минусовой температуре. Они уже произвели бетонные работы, уложили резиновую крошку. Сейчас будем на них выходить. Ну и у нас еще и вопрос не только, у нас еще и по набережной тоже один из подрядчиков, ну, по крайней мере, нарушает сроки. Стоит отметить, что в большинстве муниципалитетов программа уже исполнена. Публичные слушания состоялись в пятницу 18 октября. Главные вопросы – изменение статуса Дальнегорского округа и назначение страховых пенсий лицам, некогда замещавшим муниципальные должности. Подробности далее. На публичных слушаниях присутствовали 18 человек, включая представителей средств массовой информации, работников аппарата Думы, председателя и двух депутатов, ответственных за организацию. Немного, но это больше, чем количество присутствовавших на слушаниях по отмене прямых выборов главы. Итог хорошо известен. В повестке значились три вопроса. Проект решения Думы Дальнегорского округа – внесение изменений и дополнения в устав. Изменения статуса Дальнегорска и принятие итогового документа. Сначала председатель профильного комитета зачитал положение устава, которое подлежат изменениям. Затем жители голосовали по каждому подпункту. Первое изменение предлагается в устав. Статья пятая. К этой статье относятся вопросы местного значения городского округа. Вопросы местного значения городского округа относятся. В действующей редакции пункт 26 звучит следующим образом. Утверждение генеральных планов городского округа, правила землепользования и застройки. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство. Разрешение на строительство. За исключением случаев предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа. Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа. Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд. Осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа. Осуществление в случаях предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. Направление уведомления о соответствии указанных уведомлений о планированном строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметром и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планированном строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметром, и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованием законодательства о градостроительной дельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа. городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством РФ, решение о сносе самовольной постройки или ее приведение в соответствии с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, неиспользуемого по целевому назначению или используемого нарушения законодательства РФ, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствии с установленными требованиями в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом РФ. Так звучит этот пункт статьи номер 5. Предлагается после слов территории выдача дополнить следующим. Городостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа. И дальше по тексту. Выдача разрешений на строительство и так далее. Статья 24 касается депутатов и их полномочий. Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Действующая редакция. Полный 10.1. Полномочия депутатов Думы городского округа прекращается досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом 25 декабря 2008 года 273 ФСЗ о противодействии коррупции федеральным законом 3 декабря 2012 года 230 ФСЗ о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходом. Федеральным законом 7 мая 2013 года 79 ФСЗ о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансами инструментами. Дополнить, предлагаться согласно изменению в федеральном законодательстве следующим, если иное не предусмотрено федеральным законом. Здесь же предлагается дополнить, это была часть 10.1, дополняется, если иное не предусмотрено федеральным законом. Дальше дополняется следующее содержание, пункт 10.2. К депутату Думы городского округа, предоставившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущества характера, а также сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущества характера своих супруга несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены иные меры ответственности, предусмотренные федеральным законом. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы городского округа указанных мер ответственности определяется муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законами Приморского края. Следующее изменение устава относится к главе. В случае досрочного прекращения его полномочия либо заключения под стражу по решению суда обязанности исполняет первый заместитель. Новая редакция глава в письменном распоряжении может делегировать полномочия одному из двух других замов, если первый также не может взять на себя обязанности по руководству округа. В случае досрочного прекращения полномочия главы городского округа по основанию предусмотрен частью 6 настоящей статьи до избрания Думы городского округа нового главы городского округа его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации городского округа в соответствии с распоряжением главы городского округа либо распределением обязанностей, установленным постановлением главы городского округа. Данное изменение вызвало у присутствующих вопросы. У нас такая ситуация, если глава по суду отстранен, как вы сказали, правильно сказали, первый зам, а если первого зама нет, у нас получается коллапс в управлении. А когда он делся? Что, два человека сразу исчезли? Нет, ну, можете такую гипотетическую ситуацию допустить? Или не можете? Не можете? Не можете. Ну, вообще-то, может. Первый зам должен всегда быть. Ну, а если не будет? Ну, извините, машина переехала или еще что-нибудь. Ну, главное, значит, другого. Так о чем здесь речь идет? Что следующие идут? Второй зам, третий зам. Кто-то из трех-то точно уж будет. Следующий пункт вызвал особый интерес у жителей и касался назначения страховых пенсий лицам, некогда замещавшим муниципальные должности. Предлагается внести, зачитываю, депутатам, выборным должностным лицам, замещавшим муниципальную должность на постоянной основе в этот период, достигший пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости в скобках инвалидности, назначенная в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года, номер 400 федеральный закон о страховых пенсиях, в связи с прекращением его полномочий, в том числе досрочно. Размер и порядок установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии определяется муниципальным нормативным правовым актом. Такая доплата не осуществляется в случае прекращения полномочий, указанных по основаниям, предусмотренным абзацем 7, частью 16, статьи 35, перечисление идет пунктов федерального закона об общих принципах организации местного управления Российской Федерации. Напомним, с инициативы вернуть назначение страховых пенсий вышел бывший мэр Дальнегорска Григорий Крутиков. Наплаты были отменены Думой пятого созыва, а на комитете, когда вопрос обсуждался, один из тех, кто был в той Думе, Никита Харламов, предложил выплаты вернуть, но с определенными условиями. Из пяти членов комитета против были двое – Инна Веселова и Виталий Анташкевич. Они пытались убедить коллег в том, что бюджет дефицитный и лишних денег у Дальнегорска нет. А те, кто все-таки проголосовал за такую инициативу на публичное слушание, даже не пришли, чтобы свою точку зрения обосновать хотя бы избирателям. Разумеется, вопрос вызвал бурную реакцию. Жители недоумевали, почему это убыточное для бюджета предложение вообще рассматривается. Так как комитет состоит из пяти человек, двое против трех проголосовало, три за, двое против. Так как три всегда больше, чем два, большинством голосов этот вопрос был принят и подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Но Дума еще этот вопрос не принимала. Дума будет его рассматривать после публичных слушаний и он будет принят, если будет за него проголосовано большинство депутатов Думы. Я же предлагаю вообще его исключить. Представляете, я тоже предлагаю. Не поверите. Потому что у нас в бюджете, как депутаты. Ну и что, красивее всех, почему ему депутаты? И у меня страшно. Я еще раз говорю, уважаемый присутствующий, я тоже считаю, что введение данной нормы, если вы внимательно опять же следите, как на комитете, я считаю, что в данной ситуации, когда у нас бюджет, не то, что он у нас донор, он даже не самодостаточный, а он у нас дотационный, я считаю, что включение данной нормы сейчас нецелесообразно в данных условиях. В качестве примера могу привести, не сказал это на комитете, но сейчас могу сказать. У нас звание, например, почетный гражданин города, а это все-таки звание серьезное. Убрали тысячи людей. Подождите, это звание все-таки серьезное, это все-таки действительно звание, это заслуженные люди. Оно у нас без материальной составляющей, то есть с нулем. Потому что нет людей. Я предлагаю даже как альтернативу лучшим почетным гражданам города такую норму вести, материальную составляющую. Я думаю, что население это воспримет с пониманием. А если вот эти люди, которые здесь предлагаются, действительно внесут какой-то весомый вклад за время своей деятельности на посту, и они будут удостоены звания почетных гражданин города, они тоже будут получать. Например, что? Очень хороший вклад. Мы его найдем в горку. Следующий пункт – официальное опубликование нормативно-правовых актов. После принятия текст размещается в периодическом печатном или сетевом издании. Здесь предлагается абзац с первой части второй, дополнен словами, и на портале Министерства юстиции Российской Федерации, нормативно-правовые акты в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет и так далее, регистрация в качестве сетевого издания. Это мы вносим на основании обращения управления Министерства Российской Федерации по Приморскому краю. Здесь вопросы какие-то есть? То есть, вот этот перечень, где мы должны опубликовать, и сюда еще дополнается, еще должны опубликовать на портале Министерства юстиции Российской Федерации. Второй вопрос повестки – изменение статуса Дальнегорского городского округа. Обусловлен также новшеством в федеральном законодательстве. Федеральный закон 1 мая 2019 года, 87 ФССР, внесены изменения в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. В соответствии с данным изменениям, в федеральный закон введено понятие «муниципальный округ». В данном случае, на сегодняшний день, средняя плотность населения в Российской Федерации составляет 8,56 человек на квадратный километр. В Дальнегорском городском округе это составляет 7,92 человека на квадратный километр. Таким образом, статус Дальнегорского городского округа не соответствует данному изменению федерального закона, летнему изменению. И поэтому подлежит преобразованию путем изменения его статуса на Дальнегорском муниципальном округе. А вопрос можно задать? Да, можно, конечно. Вот когда у нас был поселок, да, а не город, тогда у нас имели льготы учителя, медики и все. Сейчас что-то изменится, вот мы будем не городской округ, а муниципальный. Появятся эти льготы у этих категорий? Не появятся. Ну, потому что не для этого меняется, меняется, если вот слушали буквально вот на днях, я слушал депутата законодательного собрания в Дальнегорском края, Слепченко Сергей Владимирович, ему там тоже задавали этот вопрос по поводу преобразования. У нас уже в трех районах при Москокрае идут подобные преобразования, что это сделано в большей степени для улучшения качества управления. Кем? Кем? Ну, управление кем? Территориями. Территорию укрупняются. Большего я объяснения другого пока не нахожу. Это новое введение, что из этого получится, но по данному федеральному закону мы просто не попадаем по плотности населения. Обсудив все нюансы, в том числе и жалобы жителей на плохое информирование официальными аккаунтами Думы и администрации в социальных сетях о проводимых слушаниях и отчетах депутатов, перешли к голосованию по каждому рассмотренному пункту. Первое, я вас ознакомил, что статья пятая, вопросы местного значения городского округа, действующую редакцию, что относится к вопросу местного городского округа, где предлагалось внести градостроительный план земельного участка, расположенного в границах городского округа. Это поддерживаем? Поддерживаем. Кто за? Все 18, да? Кто против? Нет, воздержавшись. 18, Инна Владимировна. Так, дальше. Следующее у нас. Депутаты Думы Дальнегородского городского округа, где мы, так, полномочия депутатов, прекращаются досрочные случаи и так далее. Если иное, дополняем, где? Если иное, не предусмотрено федеральным законом. Принимаем? Кто за? Против? Воздержались. 18, за. Да. Так, дальше. Статья 27. Глава Дальнегородского городского округа. Так, в случае досрочного прекращения, где были у нас тут долгие разговоры, да, где предлагалось внести, что городского округа распределением обязанностей установлением постановления главы городского округа. О чем мы разговаривали, да? На основном постановление выносит, где-то первый, второй, третий зам, в случае, если что-то с ним случается, нету первого, значит, второго, если нету второго, значит, третий. Принимаем? Кто за? Так, кто против? Один против, кто воздержался? 17 за, один против. Так, гарантия осуществления полномочий депутата Думы и выборных должностей в местном управлении городского округа. Это где про доплаты, по поводу чего вы здесь все, собственно, и пришли, да? Вести доплату, ну, в общем, вот эту норму, которая была в Одессе там была отменена. Кто за то, чтобы это, чтобы внести в устав? Кто за то, чтобы эту норму в устав внести? Ты уже рассматриваешь сайт, что предлагается внести, я поэтому и ставлю. Кто за то, чтобы внести эту норму в устав? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один воздержался, 17 против. То есть воздержался только председатель Думы, которому впоследствии данная страховая пенсия может быть назначена. Остальные присутствующие единодушно проголосовали против. За внесение изменений в устав по поводу официального опубликования текстов правовых актов проголосовали все. Изменение статуса Дальнегорского городского округа, требований федерального законодательства, как муниципальный городской округ. Кто за данное преобразование? Ну, все равно, если уж пришли, давайте голосовать. Так сказано, проголосовать. Кто за? Против федерального округа. Кто против? Я воздержался. Так, один, один. Так, еще раз давайте. Кто за? Почитаешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто против? Так, Татьяна Евгеньевна, один, два. Два против. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, шесть, шесть воздержался. Все, получается? Одному не хватает. Кто-то сфактурил. Я воздержалась, кто-то не считает. Значит, восемь. Угу. Уначил что? Не восемь. Семь. Итоговый документ публичных слушаний был принят единогласно. Далее его обсудят депутаты. Для них он носит рекомендательный характер. Прислушается ли ко мнению жителей народной избранники, узнаем в конце октября. Центробанк повышает финансовую доступность на отдаленных территориях. Дальнегорск стал финальной точкой масштабного дальневосточного автопробега. Подробнее о проекте расскажем в сюжете. Проект Банка России по повышению доступности финансовых услуг работает на территории всего Дальнего Востока. В пятницу 18 октября специалисты посетили Дальнегорск в рамках автопробега по Приморью. Для старшеклассников школы номер два провели бизнес-урок, где просто и доступно рассказали о бюджете, инвестировании и дистанционном финансовом обслуживании. Объективность этого проекта обозначена тем, что в первую очередь у нас Дальний Восток слабится тем, что у нас большие расстояния между населенными пунктами. Особенно, наверное, это очень чувствуется в Приморском крае, именно на севере Приморского края. И вот как раз проблема доступности финансовых услуг остро обозначена тем, что население просто за тем, чтобы снять наличные денежные средства, отправляется на какие-то расстояния, то есть в более крупные населенные пункты, и, соответственно, получаются те какие-то неудобства. Автопробег по Приморью направлен в первую очередь на то, чтобы выявить актуальные проблемы населения в части финансовой доступности, а также познакомить молодежь с новыми инструментами обслуживания и денежными рисками. Ребят, инвестиция – это хорошо или плохо? Плохо. Если инвестиция будет отрицательная, это будет хорошо? Сколько сейчас у нас в стране инвестиция на скидку? Вообще, по расчету, сейчас инвестиция в районе 4%. Если инвестиция будет минус 4%, будет хорошо? Да. Да, хорошо будет, ваше мнение. Не факт. А почему не факт? Смотрите, предпринимателю будет выгодно производить товары, там, завод выпускает товары, а в случае, если завтра его продукция будет стоить дешевле? Не выгодно. То есть, смотрите, получать целесообразное производство, в принципе, в экономике тогда падает, потому что инвестиция отрицательная, и нам не будет это сегодня покупать, потому что сегодня оно дороже, чем будет завтра. Поэтому оптимальный уровень инвестиции – это в районе 4%. В ходе занятия ребята стали участниками увлекательной деловой игры. Им предложили разыграть ситуацию, где они попробовали себя в роли инвесторов. Как с умом вложить деньги, и стоит ли обращать внимание на компании с сомнительной репутацией, старшеклассники познавали на практике. Стоит отметить, что взаимодействие с молодым поколением – не единственная форма работы сотрудников Банка России. В первую очередь, работа с населением ведется в рамках финансового мошенничества. То есть, мы рассказываем более старшему поколению о том, как можно уберечь свои денежные средства на банковских картах, о том, как сделать так, чтобы не попасть в ловку мошенников. То есть, это у нас работа больше с старшим поколением. При работе с детьми, естественно, мы также рассказываем краткие аспекты. Но видите, дети у нас ребята передовые, поэтому в рамках разговора мы больше делаем акценты на современных финансовых технологиях, ну и также рассказываем варианты о том, как поступать не стоит в случае при обращении к ним. Проект Центробанка действует с августа 2018 года. Вначале был опробирован на территории Владивостокского округа. Теперь уверенно шагает по всему региону. За время работы уже отмечается реальная эффективность. У нас в рамках проекта разработана тепловая карта доступности финансовых услуг всего Дальнего Востока. И по итогам реализации спустя год у нас сейчас закатилось в количестве называемых красных зон, то есть тех территорий, где доступность финансовых услуг фактически не представлена, то есть она фактически отсутствует. И они перешли в более благополучные зоны, то есть территории, где как минимум есть терминал, либо есть подразделения, почтовые организации, где можно также получить финансовые услуги. Специалисты Банка России уже посетили Ретиховское сельское поселение, Чугуевский и Кавалеровский районы. Обучение финансовой культуре строится не только на занятиях. Во всех регионах Дальнего Востока подписаны тематические дорожные карты. Созданы рабочие группы, заключены договоренности с операторами связи и финансовыми организациями. Сформированы предложения для полномочного представителя президента. Налаживается взаимодействие с бизнес-сообществом. Концерт, посвященный 81-летию Приморского края, состоялся во Дворце культуры химиков в пятницу 18 октября. Наша съемочная группа побывала среди зрителей. День образования Приморского края отмечается 20 октября. В этот день, в 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский. Приморье получилось свое современное название и обрело нынешний административно-территориальный статус. До 2019 года свой день рождения Приморье отмечало 25 октября по окончательному освобождению территории от интервентов. Администрация Даленгорского городского округа лично от себя хочу поздравить вас с праздником Днем Приморского края. И разрешите, позвольте, зачитать приветственный адрес от моего имени и от имени администрации Даленгорского городского округа. Дорогие мои далинигорцы, от всей души поздравляю вас с нашим общим праздником Днем Приморского края. Сегодня Приморский край активно развивается и решает новые ответственные задачи. Среди них модернизация экономики и транспортной сети, реализация перспективных социальных программ, Расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихианской региона, укрепление социально-экономического потенциала, повышение инвестиционной привлекательности края Мы по праву можем гордиться богатой историей родного края и ее славными героическими страницами То есть весомая роль, которую сыграли жители Приморья в укреплении российских рубежей и освоении Дальнего Востока Уверен, что энергии целеустремленных жителей Приморья и Дальнегорского городского округа, как неотъемлемые его части, помогут реализовать мощный потенциал края, будут способствовать его дальнейшему динамическому подъему С праздником, дорогие дальнегорцы, с днем Приморского края От депутатского корпуса и от себя лично Дальнегорцев поздравил и председатель Думы Василий Извенко Дорогие земляки, день образования Приморья – это большое событие для всех, кто любит наш край Кто связан с ним историей и современностью, семейной биографией и особым характером Приморцы – сильные, свободные, открытые люди, достойные наших предков, первопроходцев Которые бесстрашно шли за своей мечтой на край света Осваивали благодатную приморскую землю, строили будущее для детей, внуков и правнуков Приморья – это край, устремленный в будущее Важнейшей экономической, административной, научно-образовательной и транспортной церкви Дальнего Востока России В последние годы он находится в ангарде перемен, участвуя в реализации прорывных проектов Приморский край – это тот регион, где Россия встречает свой новый день Желаю всем жителям счастья, здоровья, благополучия Уверен, вместе мы добьемся, чтобы наш прекрасный край был просветающим и благодатным для жизни С праздником Приморья! Традиционно ко Дню Приморского края во всех учреждениях образования и культуры Проходит множество праздничных мероприятий Творческие коллективы Дальнегорска презентовали свои лучшие вокальные и танцевальные номера Во Дворце культуры химиков Это наша Россия Гордая повесть великой страны Наша Россия Чистое небо и мирные сны Это наша Россия И пока сердце бьется, память храня Это наша Россия твоя и моя Ласточка смотрит костры в поле Не помнили, то горят травы Не помнили, то звонят, откуда у вас так ровно Знаешь, милая, в груди тяжко За воротами стоят люди Кто там едет в свадебной упряжке Да не любви Не любви Не любви Не любви Не любви А душа моя душа Беспокойная Ты моя За тебя За тебя Вся моя любовь Стоит земной А душа моя душа Беспокойная Ты моя Беспокойная Ты моя За тебя Это все значимые события дня До свидания Спасибо, что вы с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok